А на фоне у нее, знаете что? Барби несколько раз в год гоняет в Диснейленд. Всем привет, с вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на двух кукол Барби Диснейленд 1996 года выпуска. У Диснейленда в 90-е однозначно была особенная магия, и все детишки мечтали там побывать. Лично я несколько лет подряд загадывала Диснейленд в качестве новогоднего желания, но исполнилась моя мечта только в сознательном возрасте. В принципе, с Барби такая же ситуация, мечтала в детстве, приобретаю сейчас. И получается, что это две мечты в одном, Диснейленд и Барби, настоящая комбо. Причем, подобных кукол было выпущено очень много, основная линейка называется Дисней Фан, и первая кукла в этой линейке вышла в 1992 году. Каждый свой поход в Диснейленд Барби делала особенным, подбирая наряд в стиле Микки Мауса. Кстати, вы знали, что по сути в Америке два Диснейленда? Первый был открыт в городе Анахайме, штат Калифорния, в 1955 году, и он называется именно Диснейленд. Затем в 1971 году был открыт Дисней Уоррлд, и на тот момент он включал в себя только тематический парк Magic Kingdom, то есть волшебное королевство. На сегодняшний день это огромный центр развлечений, включающий в себя четыре тематических парка и два аквапарка. И куклы Барби выходили скорее в сотрудничестве с Дисней Уоррлд, а не с Диснейлендом. К примеру, вот эта кукла Барби так и называется World Disney World Barbie, и она выпущена в честь 25-летия этого центра развлечений. Микки Маус на коробке украшает число 25 звездочками с помощью своей волшебной палочки. Кстати, в 2021 году центр развлечений Дисней Уоррлд отмечал юбилей 50 лет. Коробка куклы каноничного розового цвета, она располагается на голубом фоне с изображением ушастых шариков, символов Микки Мауса. Наверху указано, что это спецвыпуск, рядышком ярлычок, диснеевский эксклюзив, принеси домой магию. Наверху и внизу на коробке название куклы, на боковинках информация от производителя, и в том числе указано, что кукла сделана в Малайзии. Обратная сторона коробки восхитительна. Здесь мы видим куклу на фоне волшебного замка и золотого фейерверка. Проведи волшебный день с Барби и отпразднуй 25-летний юбилей Walt Disney World. Кукла очаровательна, и ее мы обязательно сравним с реальной куклой. Вторая кукла тоже находится в розовой коробке такого же размера, и она как раз из основной коллекции Disney Fun. Слово Disney написано в стиле бренда и разноцветными буквами. На фоне как будто белые блестящие блики, и наверху волшебный замок. А на фоне у нее, знаете что? Не какие-то скучные шарики, а монорельсовая дорога Уолта Диснея, которая соединяет разные части огромного центра развлечений Walt Disney World. Наверху и внизу на коробке название куклы, по бокам информация от производителя, и в том числе указано, что кукла сделана в Малайзии. С обратной стороны на коробке фотография Барби, и здесь она тоже стоит на улице, на фоне монорельса, но также на фоне мы видим огромную геодезическую сферу, которая представляет собой символ и один из аттракционов парка Эпкот. Эпкот это один из тематических парков Walt Disney World, и в 1994 году там проходило шоу Барби в честь ее дня рождения, и вот так выглядела VHS-кассета с промо-роликом этого сотрудничества. Ну а надпись на этой коробке гласит, Барби проводит волшебный диснеевский день веселья и приключений. Ну что, распечатываем куколок, крышечки у них приклеены. С обратной стороны у каждой куклы просроченная двухлетняя гарантия. Запашок имеется, но вот у этой Барби 25-летний юбилей, он сильнее. У нее пакет с обувью и расческой спрятан внизу, а у второй куклы закреплен рядом с ножками. У обеих кукол есть красные воздушные шарики и черные шапочки с ушками Микки Мауса. И смотрите, как они нам забавно машут. Одна правой ручкой, а вторая левой. Расчески, которые идут в комплекте с куклами, одинаковые красные классической формы. Шарики тоже абсолютно одинаковые. Они выполнены из красного пластика, на них есть блестящая наклейка с мордашкой Микки Мауса. Веревочка тоже пластиковая, и в конце есть держатель для руки куклы. Шарик закрепляется на руке таким образом. Он не очень устойчивый, но его можно разместить так, чтобы он не падал. И, кстати, с обратной стороны на шарике надпись Disney Malaysia. Мне кажется, мы очень мило смотримся вместе, потому что у нас у всех ушки Микки Мауса. Точнее, у меня ушки Мини Маус. Здесь есть объемный бантик. Сами ушки плюшевые на ободке. Я приобрела их в парижском Диснейленде. Американские Диснейленды пока в мечтах. В свою очередь, у кукол это не просто ободок с ушами, это целая шапочка черного цвета. Это шапочка Микки Мауса, потому что здесь нет бантика, но в качестве декора есть блестящие наклейки с мордашкой Микки Мауса, как на воздушном шарике. Наверху на пластиковой шапочке заметны штырьки, с помощью которых она закреплена на голове куклы. Также от шапочки идет резинка, которая в том числе удерживает ее на голове. По идее, штырьки можно открепить, оставить только резинку, но, пожалуй, я это делать не буду. Прошивочку мы можем посмотреть внизу, и я уверена, что под шапкой никакой лысины нет. Повторяющиеся аксессуары рассмотрели. Теперь давайте посмотрим на кукол по очереди, и начать хочу с юбилейной Барби. И я заметила, что образ этой куклы похож на образ Барби Дисней Фан 1997 года выпуска. Это кукла 1996-го, то есть ей вдохновились для создания следующей куклы в коллекции Дисней Фан. У куклы улыбающийся, довольный молд Суперстар. Она выглядит как воодушевленная девушка, которая пришла в Диснейленд в ожидании праздника и аттракционов. На затылке указан год выпуска молда 1976-й. Глаза у куклы голубые, контур глаза черного цвета. Также есть черные длинные верхние ресницы, нижних ресниц нет. Но при этом они есть у куклы на промо-фотографии на коробке. Кстати, здесь и форма бровей другая, короче кончик. В общем, явно использовали другую куклу для промо-фото. Вокруг глаз замечены персиковые тени, брови светло-коричневые с изгибом. На щеках алый румянец, а на губах алая помада. И видны белые зубки. Помада прекрасно сочетается со всеми красными элементами в ее образе и в том числе с сережками. Это сережки-гвоздики, выполненные из шероховатого красного пластика. Из ушей они не вынимаются, потому что внутри есть стоппер. Волосы куклы просто волшебные. Это облако белоснежных, приятных на ощупь воздушных, легких, но при этом объемных волос. Они слегка волнистые, опять-таки в отличие от прически куклы на промо-фото. Здесь у куклы крупные локоны и прическа более объемная. А еще челка направлена в сторону, а у реальной куклы она круглая и ровная. Прошивочка густая, а голова на ощупь мягкая. Даже с шапочкой на голове я смогла это проверить. Мне очень нравится одежда куклы. Это блестящий бомбер, укороченный топ, трапециевидная юбка с завышенной талией и кеды. Но, к сожалению, есть в этом образе аксессуары, которые испортились со временем. Это лаковый материал на поясе. Видите, вот здесь материал расслаивается, и он потерял свой блеск. Из такого же материала выполнены ручки рюкзачка. И здесь ситуация еще более плачевная. Блестящий материал отслаивается огромными кусками. Кстати, рюкзачок посвящен 25-летнему юбилею. Наверху число 25, внизу надпись 25 и звездочка. Вот так он выглядит со стороны спинки. Его можно открыть. Он на белой пластиковой кнопочке. И внутрь можно что-то положить. Его можно не только повесить на ручку, но и надеть на плечи, как полноценный рюкзак. Вот так он смотрится на кукле. По-моему, довольно мило. В дополнение к сережкам в руке куклы есть такое же красное колечко. На нем стопера нет, и оно легко вынимается из руки. И, кстати, кольцо это еще одно отличие от промо-фото. На этой фотографии у куклы нет кольца в руке. Блестящий бомбер выглядит очень эффектно. Он как будто сшит из серебристого люрекса. С левой стороны на бомбере символ юбилея, такой же, как мы видели на коробке. Это наклейка на ткань, и, к счастью, со временем она не испортилась. При этом на воротнике, внизу и на рукавах имитация резинки. Причем белая резинка украшена красной шелковистой лентой. Вот так бомбер выглядит со стороны спинки. Снимаем бомбер, чтобы посмотреть на топик. Кстати, вот так он выглядит с изнаночной стороны. Топик максимально укороченный. Он заканчивается под грудью. Выполнен из белого, мягкого, ворсистого материала. Символ Микки Мауса в центре это наклейка на ткань, но вроде довольно качественная. С обратной стороны топик на липучке белого цвета. Черная трапециевидная юбка выполнена из плотного материала, похожего на атлас. Она черного цвета, пояс красный, и он пришит к этой юбке в области пряжки и с обратной стороны. В остальных местах он подвижен. Также на юбке есть белая контрастная строчка по бокам и по подолу. С обратной стороны юбка на липучке черного цвета. И, кстати, у куколки белые молдированные трусики с узорами и буковками B. На ногах у куклы стандартные для кукол Барби кеды с рельефной шнуровкой. Из-за полосок по бокам они похожи на суперстары. У них нет какой-то скрытой платформы, при этом нога куклы под каблук, и создается ощущение, что она стоит на цыпочках. Кстати, вот так кукла смотрится без куртки. Мне тоже очень нравится. Нравится ее черно-белый топ, и вместе с шариком очень красивая композиция. Тело у куклы twist and turn, то есть оно крутится в талии. Талия очень узкая, и, кстати, в этом образе на нее акцент. Руки согнуты на 90 градусов, ну а ноги резиновые и сгибаются на щелчки. Переходим к Барби Диснейфан того же года, то есть Барби несколько раз в год гоняет в Диснейленд на зависть многим, и еще успевает сменить прическу, потому что в этом образе у нее нет челки. Из-за этого, кстати, шапочка больше наклонена вперед, и у меня возникла невольная ассоциация с шапочками из фольги. Мол, ту куклы тоже суперстар, и с первого взгляда кажется, что она похожа на предшественницу. Ну, если их поставить рядышком, то отличия очевидны. У Барби Диснейфан тоже голубые глазки, черный контур, но при этом есть две нижние реснички, а верхних ресниц меньше. Вокруг глаз тоже бежевая дымка, при этом отличается цвет бровей. Тут он более рыжий. Щечки у обеих кукол румяные, а губы красные. Только у Диснейфан помада, по-моему, чуть более морковная, и слегка размазалась внизу. А еще я заметила, что контур глаз у нее довольно необычный. Верхний контур тянется к переносице. Чье лицо вам понравилось больше, юбилейный или Диснейфан? Мне больше нравятся юбилейные. Хотя они обе по-своему хороши. Волосы куклы как бы убраны назад из-за резинок на шапочке. Они очень красивого, жемчужно-белого цвета. При этом, в отличие от волос предшественницы, они прямые. Из-за этого они сильно блестят. Они другие на ощупь, более гладкие, шелковистые. И при этом волосы очень длинные. Голова этой куклы окрашена, и прошивка хорошая. Голова податливая и легко проминается. То есть, в ней, скорее всего, нет клея. Волосы убраны назад, при этом открыт доступ к сережкам. И сережки у нее большие. Это вам не просто гвоздики. Кстати, внешне они похожи на восьмерку. Но на самом деле, это гвоздик, на котором висит сережка-колечко. Выполненные из пластика и покрытые серебристой краской. Сережки очень даже реалистично блестят. Из ушей они не вынимаются, внутри есть стоппер. То есть, вот это колечко не получится снять, чтобы оставить одни гвоздики, к примеру. В правой ручке куклы блестящее серебристое колечко, такое же, как гвоздики в ушах. И своими впалыми рельефами оно имитирует драгоценный камень. Стоппера нет, колечко можно вытащить. Эта кукла пришла в парк развлечений не в юбочке, а в шортах, что, кстати, более предусмотрительно. Все-таки ей предстоит кататься на аттракционах. Также у нее есть кроссбадди-сумочка с тонким шелковистым ремешком. Ну, а сама сумка выполнена из черного кожзама. И за времени этот материал тоже начинает портиться. Сумочка в форме мордашки Микки Мауса. По краям на ней красная строчка. Сумочка абсолютно плоская. Но при этом она выполнена из двух слоев материала, и в нее действительно можно что-то положить. Вверху есть отверстие. Но в целом она, конечно, выглядит потрепанно и нереалистично. Пояс на талии выполнен из такого же черного материала. На нем есть серебристая пряжка. С передней стороны пояс не пришит к комбинезону. Пришит только с обратной стороны в двух местах. Комбинезон очень классный. Он переносит меня в 90-е и в многочисленные каталоги с одеждой, где было много одежды с Микки Маусом. Микки Маус на переднем кармане весельчак и выглядит очень канонично. Материал комбинезона похож на джинсу. Он плотный и качественный. На комбинезоне есть красная строчка по периметру и на карманах. Причем карман настоящий. Около лямок кнопки серебристого цвета выполнены из пластика. Также большие кармашки есть внизу на шортиках. И еще на шортах есть отвороты. Только они не целостные, а разделены сбоку. С обратной стороны комбинезон и кофточка на липучке. Давайте чуток снимем комбинезон, чтобы полностью посмотреть на полосатую кофту. Кстати, трусики у этой Барби такие же, как у предыдущей. Да и тело тоже такое же, с согнутыми на 90 градусов ручками и крутящейся талией. И резиновыми ножками, сгибающимися на щелчки. Так вот, полосатая кофта. Она черно-белая, похожа на тельняшку французского Мима. В этой одежде ей стоило ехать в парижский Диснейленд. Материал мягкий и плотный, в области горловины и на рукавах красная окантовка. На ногах у куклы такие же кеды, как у предшественницы, но здесь они черного цвета. Цвет довольно нестандартный и необычный для Барби, но он идеально вписывается в образ. Ой, а это знаете, что такое? В процессе переодевания начала очень сильно осыпаться сумка из кожзама. При этом на промо-фото на коробке эта сумочка еще выглядит бодренько. Кстати, отличие от промо-фото. Здесь волосы не убраны назад, и они объемно расходятся в разные стороны. На комбизе немножко отличается красная строчка, особенно на нижних карманах, а еще колечко в другой руке. Пишите в комментариях, какая из кукол вам понравилась больше, юбилейная или Диснейфан. Ну и, конечно, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Мне диснеевские Барби очень нравятся, возможно, на этих двух я не остановлюсь. Пишите в комментариях, какие есть у вас. Ну и вообще, делитесь впечатлениями об этих милых куклах. Чаще улыбайтесь, любите котиков и продолжайте верить в чудеса. И всем пока-пока!